Открывает ядовитый рейтинг ДТП в Ильинском районе. В середине июня возле села Никольское перевернулся бензовоз. По словам местных жителей, содержимое цистерны вылилось. А вот официальные источники сообщили, что все хорошо. Бензовоз принадлежал местному карьеру. Они сами его подняли, сами все убрали. Следующий вопиющий случай снова в том же Ильинском районе. Сразу в трех местах возле Ильинского-Хованского и деревни Калачево в поля слили тонны мазута. Проверять Черные реки приезжали даже из прокуратуры. Но экологические пираты до сих пор не найдены. Мазутные реки разлились в конце июня и в Ильинском районе возле нежилой деревни Ропотово. Как утверждают очевидцы, вылили битум. Ущерб устанавливается, виновных нет. Не попало в сводку происшествий огромное пятно нефтепродуктов, которое плыло 2 июля по Волге в районе санатория Станка. Пока власти думали, что с ним делать, на реке поднялись волны и топливо рассредоточилось по акватории. Напомним, летом 2022 года ликвидировали ЧП в Заволжском районе. Там из затопленных бесхозных понтонов от бывшей станции дозаправки произошла утечка нефтепродуктов. Еще одна экологическая неприятность случилась во время ремонта причальной стенки в Кинишме. Вместе с обмазанными битумной мастикой бревнами по воде плыли большие масляные пятна. Происшествие также нигде не зафиксировано. В начале недели в Савинском районе перевернулась фура. По нашей информации, там тоже разлилось топливо. Но, видимо, афишировать это снова никому не захотелось. И в завершении рейтинга 20 тонн токсичной жидкости, которая вылилась в результате ДТП из тайной цистерны рано утром 3 июля. Емкость была спрятана внутри прицепа. Почему-то от ЧП сводка появилась только после того, как наша съемочная группа отправилась на место происшествия.